ПЕСНЯ Вот, друзья мои, мы с вами, милостью Божьей, пережили первую неделю Великого Поста. И уже ли полетели дни второй недели Великого Поста? Вторая неделя Великого Поста, конечно, может быть не такая напряженная, но тоже очень-очень значимая. А чем? Мы сейчас с вами узнаем. Вторая неделя Великого Поста поминается святитель Григорий Палама. И этот святитель, он знаменателен очень многим, потому что он фактически с помощью его, он поддерживался афонскими старцами, был утвержден догмат православной веры на Константинопольских соборах XIV века о том, что Бог не познаваем в сущности, но познаваем в своих божественных энергиях. Главная суть воспоминания этого Великого Подвижника Молитвы, Великого Теоретика Молитвы, Великого Богослова Молитвы святителя Григория Паламы состоит в том, чтобы Госцерковь нам обращает внимание на то, чтобы мы начали молиться, начали молитвенный подвиг, как самый важный, самый главный подвиг в жизни человека. В чем, дорогие братья и сестры, он состоит? Почему этот подвиг, он настолько важен? Но вспомним, дорогие братья и сестры, книгу Бытия, чем сотворял Бог мир, сотворял его Словом, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и так дальше, и так дальше, каждый день творения. Вспомним начало Евангелия от Иоанна, первую главу, первые его стихи, которые читаются, если мы, дай Бог, доживем, в светлое Христово воскресенье, на Божественную Литургию, в Святую Пасху, что в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Слово с большой буквы имеется в виду здесь Господь и Бог, и Спас наш, и Иисус Христос. Но мы видим важность Слова, мы видим, что как бы Евангелие, и Ветхий Завет, Библия, и все Священное Писание нас обращает внимание на Слово. Все начинается не с дела, говорит нам Церковь, но все начинается со Слова. Почему? Потому что Слово, оно есть будто бы связующим звеном между миром невидимым, духовным, где обитает Бог, да, Отче наш, и же Иси на небесе, и миром материальным, зримым, где обитаем мы. И человек находится на грани двух миров, он духовно-телесное существо. И вот Слово, оно тоже является на грани двух миров, это как бы уже духовная энергия, духовный посыл, Дух, который воплощен уже в некое полудуховное, полуматериальную оболочку, уже слышимую или читаемую, да, в Слово. Поэтому, как бы, Слово – это наш сторож, Слово – это наш постовой, это наша дверь в духовный мир. Но, дорогие братья и сестры, не будем также мы забывать того, что именно невидимый мир, как говорил святой приховный апостол Павел, но невидимый мир гораздо важнее видимого. И источник жизни, генератор жизни, он не здесь, не в наших трудах, и даже не в природе, не в естестве, а генератор – источник жизни в мире невидимом, в Боге, который есть Дух. И, как бы, верные его должны поклоняться Богу в Духе и Истине, как говорил Господь наш Иисус Христос в беседе с Никодимом. Поэтому молитва, она чрезвычайно важна. Если кто, допустим, православные христиане могли очень часто слышать, да, как батюшка говорит, вот батюшка, что делать в той ситуации, спрашивает прихожанин. Батюшка, что делать в той ситуации, спрашивает другой человек. Что батюшка обычно читает? Молитесь. Но молитесь, надо понять, что это не отговорка, это не отписка какая-то. Молитва – это именно главный труд человека. С нее начинается все. Это наш фундамент жизни. Надо тебе ехать в путешествие. Закажи молебен на путешествующих. Перекрести дорогу, перекрести машину. Почитай молитвы. Надо тебе совершать дело какое-то. Закажи молебен на начале всякого доброго дела. Сам помолись, прочитай хотя бы стихи Руцарю Небесной. Завершилось дело удачно, благоприятно, с Божьей помощью. Закажи благодарственный молебен. Сам поблагодри Бога за дело. И так дальше, и так дальше. Церковь освящает каждый путь человеческий. И мы должны сами тоже призывать благодать Божию на свои дела. И тогда они будут совершаться. Ибо я же говорю, наши дела, как и наше сердце, и наша душа совершаются в мире невидимом. И, конечно, главное из этих земных дел – это именно исихия. Это именно творение молитвы. То есть молитва созидает человеческую душу. Будем помнить, дорогие братья и сестры, стих евангельский, когда Господь Иисус Христос нам говорит, когда апостолы не могли знать беса из бесноватого человека, то Господь, когда и знал его, сказал, сей род изгоняется только молитвой и постом. Наша брань на нечистую силу – это главное оружие против нечистой силы, против бесов. Это именно является святая молитва. И вот сердцевиной, корнем этой святой молитвы является молитва Иисусова. В Иоанна Матфея сказано, хотящий молитесь, зайди в клеть свою, то есть в комнату свою, затвори двери свои и помолись Богу в тайне. И Бог, видящий тайное, воздаст тебе явно. Что имеется в виду за дверь, что имеется в виду за клеть, то есть за комнатка? Это имеется внутреннее наше естество, внутренность нашего сердца, внутренность нашей души. Мы должны войти вовнутрь своей души, вовнутрь своего сердца и помолиться Богу, начать этот разговор с Богом именно в пустыне своего сердца, в уединении своей души. И вот очень серьезно этому помогает одна из самых, пожалуй, сильных и ярких молитв православия. Это молитва Иисусова. Она очень краткая. Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешного или помилуй мя грешную. Вот эта молитва, составляющая краткое молитвенное правило. То есть она очень важна. Монах ее практически прочитывает по четкам много-много раз в день, даже больше тысячи раз. Но она также очень и полезна мирянинам. То есть читать хотя бы, ну, самому для себя, взять благословение у священника, и самому для себя установить молитвенное правило по силам. Иисусовой молитвы. Там 20 раз прочитать в день, 50 раз, 100, 300. То есть у каждого должна быть своя мера Иисусовой молитвы. Прекрасно говорят святые отцы, в чем сила Иисусовой молитвы? В том, что она возводит душу к Богу. В чем это состоит? Вот если кто-то подготовится к причастию и помнит Акафист, Иисусу сладчайшему, вот святые отцы говорят, что этот Акафист, это развернутая Иисусова молитва. То есть это как бы вот те духовные блага, которые святые отцы видели в Иисусовой молитве, ощущали, и та благодать Святого Духа, которая была дарована им именно по Иисусовой молитве. Вот есть такая замечательная книжечка архиепископа Антония Голынского-Михайловского «Путь умного делания о молитве Иисусовой и Божественной благодати». Вот он говорит следующее об Иисусовой молитве. Суммируя святоотический опыт. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Две выраженные здесь мысли «Господи, помилуй мя, и буди, Господи, воля Твоя святая» составляют сущность молитвы Иисусовой. Прежде всего нужно знать, что молитва Иисусова есть действенная суть покаяния, указанная Христом Господом. Она научает делателя отсекать желание своей воли, любить Бога более твари, искренне смиряться, истинно познавать себя, никак на себя не надеяться, приписывать все доброе не себе, а Богу, и за все воздавать Ему славу. То есть мы видим, что самая главная задача Иисусовой молитвы, то есть пробудить в человеке чувство покаяния, и пробудить в человеке желание подчиниться воле Божьей добровольно, чтобы не было воли уже человеческая, не жила грешная, конечно, воля, но воля именно Божья, спасительная для самого человека. И вот, дорогие братья и сестры, обобщателем Иисусовой молитвы, опыта афонских старцев Иисусовой молитвы, как раз являлся святитель Григорий Палама. Его труды триады, его многие другие труды, они являются как бы теорией богословского знания Иисусовой молитвы, где можно прочитать замечательные практики Иисусовой молитвы, труд, например, в защиту священно-безмолвствующих и так дальше, и так дальше. В чем заслуга Григория Паламы и его диалога с как бы с еретиком Варлаамом? Он состоял в том, что Григорий Палама вскрыл догмат, то есть непреложный закон православной веры, который говорит, что Бог не познаваем в сущности, мы не можем в сущности познать Бога, ибо это невозможно ни для ангелов, ни для людей. Но Бог познаваем в своих нетварных энергиях, которые пронизывают мир и которые животворят мир. И вот в этих энергиях Бог познаваем. И один из методов познания Бога является как раз метод Иисусовой молитвы. Это вот то, что нужно сказать о святителе Григория Паламе. Это святой, который жил в 14 веке, который много подвязался на Афонской горе, много претерпел за православную веру, был в заключении. В конце жизни его рукоположили в архиереях северного греческого города Фессалоники. Он очень много потрудился на Ниве, именно чтобы открыть дверь людям молитвенного духовного делания. И вот, дорогие братья и сестры, хочется напомнить слова митрополита Антония Сурожского. Богослову 20 века он рассказывает свой опыт Иисусовой молитвы. К нему подошла женщина и говорит, «Батюшка, я, он еще был тогда священником, миромонахом, я уже 20 лет творю Иисусовую молитву и никак не могу понять, как ее делать. Ну, то есть, никак не могу ее совершать правильно, то есть, не чувствую ничего, когда ее совершаю». И отец Антоний тогда еще, он сказал, говорит, «А вы давайте так сделаем, вот вы только доверьтесь мне, вот как священнику, я вам расскажу, что делать, и вы как бы начнете это делать». Говорит, когда вы приходите творить молитву Иисусу, вы сразу не молитесь, вы зажгите лампадочку под иконочкой, возьмите спицы и начинайте вязать. Вот 5-10 минут вяжете примерно, а потом уже после 50 минут вы начинаете творить, то есть, говорить Иисусу молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно!» «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно!» «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно!» И так много раз. И вот бабушка через 2 недели приходит к владыке Антонию и говорит, вот вы знаете, чудо какое-то совершилось. Вот я зашла, зажгла лампадочку, начала сидеть, вязать. И вот когда мои чувства утишились, умерились, когда они пришли в какое-то состояние покоя, я вдруг ощутила тишину. Говорит, это не была тишина, звуки же были. Были на улице звуки, какие-то машины, трамваи ездили, что-то было, все равно часы тикали. Но я вдруг ощутила какую-то нездешнюю тишину. И я ощутила, что я не одна, что в этой тишине кто-то есть. Вот, дорогие братья и сестры, настоящая из сих, и настоящая безмолвие, с чего начинается и Иисусова молитва, и всякая молитва, чтобы мы не сразу, не прибегая из дома, открыли книжку и сразу пошли, как из пулемета стрелять, чтобы мы как бы отъединились, пришли в дом, отъединились, успокоились, чтобы наши чувства пришли в тишину, оставили все земное, и чтобы мы потом уже начали творить Иисусову молитву или другое молитвенное правило, как бы соединяясь с Богом, войдя в нашу внутреннюю сердечную клеть, в нашу внутреннюю духовную пустыню нашей души, на дне которой нас ждет Господь, который дарует по молитве неизреченные нам блага и духовные, и материальные. Святитель Отче Григория, моли Бога о нас.